Добрый день дорогие друзья с вами Дамир и очередные бои на Круссайдер продемонстрирую вам два боя которых я получил знак классности мастер и в котором скажем так Круссайдер тащит занимаю обычную лтшную позицию как всегда то есть как разъезжается на данной карте на низких уровнях можно вставать в данный куст и скорее всего вас не пересветит то есть вы можете посвятить в пользу своей команды если же вы играете там на высоких уровнях 10 9 то вставать в данные вот позицию в данных куст это действительно очень опасно то есть вас могут либо другого это засветить либо лт который идет в сторону города вас тоже может засветить вот на низких уровнях данная позиция скажем так очень выгодная в плане света если вы играете на высоких уровнях то советую вам тоже через город ехать для просвета здесь лучше не стоять здесь видите как вот три пульки прилетели и все-таки добили вот этот вот лтш который была передо мной здесь все пересвечивают здесь все убивают я действительно очень рискованно хочу немного отличить скажем так от немного темы данного боя поговорить немного о том что чем отличается скажем так уровень и боев что происходит на высоких уровнях 8 9 10 что происходит на низких уровнях 5 6 7 все очень просто на высоких уровнях боев чаще всего игроки играют 8 9 10 чаще всего игроки играют которые либо качают технику получается до высокоуровневая вот либо играть на прям танках на 8 уровня либо им нравится играть на 8 уровнях как игра чисто на bb который не уходит минус вот так же можно девятки десятки играть не уходя минус вот но чаще всего на высоких уровнях играть игроки которые играют постоянно в эту игру и действительно так и сейчас чаще всего игроков все-таки есть прям аккаунт то есть игроки с базовым аккаунтом реже играют на высокого уровня техники это объясним потому что эти эта техника более затратная даже если вы играете чисто на основных снарядах без голдовых то оттого что танк погибает умирает вам приходится все равно очень много платить за ремонт и все равно порой вам привозь тоже как голдой стрелять а играет там тем более с базовым аккаунтом тем более невозможно играть на высоко уровне техники вот поэтому чаще всего на вскоре и техники играть игроки которые которых есть прямо к вот которые играют каждодневно вот и они умеют играть не знают все позиции которые скажут так нужно обязательно контрить и действительно этих уровень тяжело играть чем отличается сильно вот высокую уровень игры и танки которые играют на 5 6 7 уровнях чаще всего на пятых шестых и седьмых уровнях играть игроки которые действительно играют с базовым аккаунтом и чаще всего без голды там действительно получается с базовым аккаунтом даже форме там 10 15 20 тысяч серебра многие не имеют вообще прям так для фарма и поэтому они фармят на этих уровнях чтобы например купить следующий танк вот и все либо же чтобы за там поиграть на топах на печь для того чтобы выкачивать следующий танк все они в любом случае если играют с базовым аккаунтом будущем не будут играть на топовым танком танк они все будут оставаться на своих 5 6 7 уровнях наш слишком много придется фармить каждый раз чтобы отыграть один бой нормальный на 10 уровне вам придется отыграть боев и так 3 4 5 5 6 уровне чтобы пофармить я считаю это невыгодно вот и поэтому чаще всего игроки задерживаться на этих уровнях и не идут дальше они даже не тратят серебро ничего не тратят просто остаются на своих этих вот любимых уровнях на которых действительно можно очень классно поиграть все танки очень легко пробивается обычным снарядом то есть не нужно выцеливать просто на авто просто ставишь и играешь и так далее там есть куча фановых танков 3 485 т-34 если дебаты разные такие как т-67 это я считаю что т-67 такой не такой же прям и высокий нагибатор возможно когда играют с вода то до 3 368 это слишком сильно бьет по рандомом баланс вы и станки которые нет недооценены на при этом средства 34 при вот тоже мой же кусай так там сейчас играю там m7 тис они недоценены они очень сильно нагибают я считаю даже лучше чем 367 и вот играем на этих уровнях ты действительно фанишься тебе нравится играть почему потому что ты у тебя все получается там не знаю хоть через бой у тебя будет все получас ты будешь настреливать ты всех пробиваешь все красиво на высок на высоких уровнях такое нельзя сделать потому что цена ошибки слишком велика либо арта либо просто там какой-нибудь пота тебе на 1000 на 750 пришлет и это очень больно здесь тоже танки умирает очень быстро но здесь плюс какой-то и сам может быстро там купить например взять тот же курсайдер и просто очень быстро быстро распилить каковин там здесь нет такой опасности что вот кто-то тебе пришлет очень больно здесь нет такой опасность опасности от 1 чаще всего здесь смажет арта на этих уровнях но если попадает да тоже бывает довольно таки больно если твой танк картонный вот и на этих уровнях действительно очень легко и играть на этих уровнях получается набивать высокий куры высокий уровень в н-8 то есть на 8 9 10 лавала это делать сложнее потому что действительно там нужно сидеть на затронуть и там нужно знать все там приходится играть сперма аккаунты и прочь чтобы голдой стрелять тогда будет вы его есть подниматься на низких уровнях не обязательно играть голдой чтобы отнимать в н-8 вот и к тому же но на низких уровнях 5 6 7 очень очень легко формить процент побед на высоким на высоких уровнях потери скажем так одного танка уже очень сильно бьет по команде это действительно так потерял лт на какой карте все у тебя нет лт у противника из лоток который просто всех пересвечиваю неуслов прохо малиновка там так далее например на какой он городской карты потерял какой топовый тт потому что там играет какой-то рак который просто слился то все команды проигрывает и так далее вот то есть на высоко уровнях потери танков более значим на низких уровнях нет почему вот перед какой-то красный игрок слился ничего страшного этот игрок просто ничего не значит ты можешь один там за двоих-троих по факту играть потому что здесь очень быстро довольно таки убивают статус ты играешь правильно то все это можно разбансить тому же чаще всего на низких уровнях есть такие же игроки красный который тоже сливается который летят умирают то есть не только твои но и противника и ты можешь тоже там бесплатно халяву отстрелять таких вот красных игроков которые не умеют играть которые куда-то постоянно летят просто ход плюс на плюс и в целом можно нагибать и долго настреливать действительно фан на высокого уровнях все-таки опять же повторюсь цена ошибки велика то есть какой-то танк умер это уже не вас не восполнили потери чаще всего там идет бугурт ругань и так далее когда идут сливы танков просто так бесплатно основной это заметно эрленберге когда тебе нужно пример ехать всей команды на правую сторону а тут появляется скрыток 23 красных игрока которые едут на левую и действительно там просто убирают сливается и получается вот все у тебя минус три танка и и все такой данный такой бы уже очень тяжелый вытащить и чаще всего заканчивается тем что поражение ваших вперед и ехать не можешь и додут только даешь до фишки и противники там классно поджимают все пересвечивает и все ты погибаешь основной если умерли три топовых танка поехал и на ту сторону низких уровнях если тот же эрленберге 5 6 уровень три танка поехала на левую сторону здесь еще ничего страшного здесь можно сидеть и все разрулить то есть за счет того что не такой же большой разрыв хп если умерло три танка таков такое низкое количество урон урона хп трех танков еще можно за счет того что ты в обороне как-то настрелять положено низкий уровень их все-таки имеет большую роль маскировка и обзор на вас к уровню это не так сильно заметно по все друг другу сесть все с друг другом пересвечиваю на низких у них это все-таки имеет значение поэтому когда в обороне играть легче ты имеешь право первый стал ты имеешь нам может отсветиться и так далее например вот бой очень яркий у нас идет все дело поражение ну близко к поражению я остаюсь тут с сушкой против двух машин тут отстреливается арта и мне нужно его просто добить но жив амэксор то есть он бронированный вот и так просто пробивать от него нужно бежать если за с ним блок-лок перестреливаться с амэксор потому что мне тяжело будет его пробивать но как видно меня тоже не пробивает то смеции очень сильно везло вот если мне тяжело будет его прыгать но у меня все равно в любом случае пробьет брони нету мне нужно от него убегать вот здесь как имеет действительно большое значение твой обзор маскировка дистанция я стараюсь от него подальше убежать чтобы бесплатно на халява его подстреливать если пример это был бы десятый уровень и например я там играю на т-62 он играет на чем-то не знаю на 121 ст было бы сложнее вашему друг друга светили у вас очень у нас одинаково обзор и так далее здесь же там их 40 слепой я имею очень хороший обзор я могу пока там арта сам их 40 разбираются немножко нашу арту там по размере пострелять в дальнейшем я просто его убью с дистанции вот яркий пример как на низких уровнях все-таки имеет большое значение вот играть дистанции чему весь этот мой монолог скажем так рассказывает а про высоко уровень и низкое в том что на этих уровнях легче играть проще играть на высоких уровнях играть много сложнее из-за того что именно цена ошибки слишком велика и экономика высокого уровня слишком такая некомфортно для игроков которые играют бесплатно в эту игру вот поэтому на пятых шестых семьях уровнях играет основное наше ца то есть приблизительно 80 85 процентов людей играет именно на этих уровнях даже здесь не уходишь минуса здесь играть очень комфортно фанова действительно игра которая всем нравится именно этих уровнях они на десятых уровнях на девятых уровнях играет игроки которые вот очень любит эту игру которые играют с прямо аккаунтами которые знают в основном все позиции и и так далее и так далее и так далее либо играющий там постоянно в кланах для клановых там бойцов нужно все таки уметь играть на высокоуровневых тактах 8 9 10 участвовать все 8 и 10 чтобы участвовать в различных ивентах вот кстати говоря как я убиваю а мы их 40 то есть я стал обычно такую кустовую позицию включила рога и все жду а мы их 40 чтобы убить вот так вот и играется на таких вот уровнях с рогами и действительно попадаясь там не очень хорошие игроки вот он даже возможно без лампы игры засветился не знаю что засветился только пыло когда я в него выстрелил что засветился вот если бы игрок был по умнее он был пытался бы объехать немного по-другому ну вот такие вот мастера вот такой вот рассказ на это все все пока пока спасибо что посмотрели это видео не забудьте поставить лайк под этим видео и подписаться на канал если еще не подписаны а также поделиться видео в своих социальных сетях если посчитали что видео полезно мне будет очень приятно всем всем удачи увидимся в следующем видео